итак дорогие друзья всем доброго вечера доброго вечера такого праздничного вечера правда праздник знаете такое что мы немножко не совсем и не все понимают что это за праздник день независимости независимости от кого от чего и так далее так далее поставьте пожалуйста по 10 балльной системе как меня слышно и видно это первое итак поехали 9 10 кто больше кто больше больше никто не дает замечательно меня слышно и видно хорошо но дорогие друзья сегодня у нас будет нестандартный вебинар да и то что вы меня видите мутновато просто почистите возьмите чистую тряпочку почистить там мотошечка у себя и все будет даже один по 10 балльной системе они даже один ставят итак у нас сегодня нестандартный вебинар они как всегда нестандартная но он очень нестандартный будет в том плане что сегодня первый вебинар мы будем проводить непосредственно от виктора тарасова потому что я нахожусь в данный момент в офисе один я один здесь а магасумова гузель и виктор тарасов и наш партнер которого вы не совсем еще знаете это наш но вы узнаете виталий сирове вы тоже узнаете в дальнейшем очень будете дружить с ним почему потому что он будет вас может в дальнейшем может быть у многих из вас будет главным помощником в том о чем я сейчас говорить не буду пока договорились так будьте немножко снисходительны мы сегодня в новой вебинарной комнате мы ее тестируем дорогие друзья мы сегодня тестировали весь день и благодарность выражаю тем людям которые нам помогали сегодня днем тестировать светлана у нас была на встрече был у нас здесь еще наш партнер из щелябинска и им благодарны за то что они помогали нам протестировать настраивать эту комнату мы в первый раз выходим в этой комнате поэтому мы сейчас проверим в течение месяца если она мне понравится мы перейдем возьмем другую комнату поэтому будьте пожалуйста ну скажем так немножко снисходительны к тому что будут какие технические нюансы я почему так долго говорю потому что я смотрю что количество людей прибавляется прибавляется и прибавляется почему я всегда пишу 5-минутная готовность там 3-минутная 2-минутная 1-минутная и так далее а теперь дорогие друзья вы знаете я хочу просто сказать мне гузель дала вообще две минуты я помню еще не из доходовых да я хотел бы сказать о том что сконцентрируйте свое внимание на чем-то одном вот на чем-то одном это хорошо или плохо потом вы узнаете но в данный момент важно концентрация на чем-то одном то что вы услышите сегодня и то что слышали на предыдущих двух вводных вебинарах а сегодня тоже будет вводный вебинар именно вводный вебинар и куда вы направите свое внимание куда и пойдет энергия вы знаете что самая мощная энергия которая есть в жизни хотим мы этого или нет но так есть это секс и деньги будьте внимательны и для себя отметьте вот такую знаете маленькую вещь маленькую но она невероятно важная вещь что есть для вас главное самое главное в вашей жизни и прошу вас я просто прошу вас не тратьте время драгоценное время это самый ценный ресурс самый дорогой ресурс вообще в жизни на поиски быстрого обогащения слушайте виктора тарасова просто слушайте человека который достиг в этой жизни скажем так ну я я не скажу что все все почему потому что у каждого человека высота вот она поднимает все выше и выше но как он говорит он обеспечил человек который обеспечил себя и свою семью на всю оставшуюся жизнь я думаю что слушать надо практиков а не теоретика практиков тех людей которые делаю они говорят но сами этого не делают благодарю всех за внимание и передаю слово нашим основным спикером нас уже 100 человек видите цифра такая круглая 100 я думаю что через пять минут будет уже 120 благодарю всех и предоставляю слово непосредственно главным спикером дорогие друзья добрый вечер с вами музей магасумова виктор тарасов и мы рады приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре давайте проверим связь для начала напишите пожалуйста в чате десяточки если нас слышно хорошо так пишите десяточки у нас технические вопросы возникли так десятки вижу отлично слышно нас хорошо да у нас сегодня новая комната в ней будем проводить вебинар в первый раз и надеюсь технических нюансов не возникнет а сегодняшнюю встречу мы проведем в том же формате в котором она и была а именно ответы на вопросы и напишите пожалуйста опять же в чате единички те кто был на прошлом вебинаре с кем уже общались кто задавал может быть вопросы так единички вижу единички отлично и тогда попрошу написать двойки кто сегодня в первый раз чтобы мы понимали о чем будем разговаривать так двойку вижу так все есть да новички кто еще не был на вебинарах наших и соответственно сегодня в первый раз замечательно отлично для тех кто в первый раз я представлю вам основного спикера нашей сегодняшней встречи это виктор тарасов виктор является практиком с огромным опытом в торговле финансовыми инструментами на российской бирже а именно на московской бирже а является также финансовым консультантом таких крупных финансовых организаций как сбербанк банк открытия втб а и так далее и также преподаватель московской бирже это вот в двух словах наши вебинары посвящены такой важной теме как финансовая грамотность как грамотно управлять финансовыми активами как их создавать на что обращать внимание но думаю что со следующего вебинара формат нашей встречи он немножко изменится а сегодня он будет в такой форме вопросов и ответов виктор расскажи пожалуйста такую тему то есть так как у нас есть новички что такое финансовая грамотность нужна ли она обычно то есть нужна ли она всем а не только скажем так людям кто занимается работой в различных финансовых организациях и соответственно как как ее изучить всем добрый вечер сразу хочу всех поздравить с праздником день россии да то есть и поздравить соответственно огромную аудиторию болельщиков российской сборной по футболу да то есть вчера была отличная игра и отличное завершение то есть на днях соответственно и словаков и пояс я уверен мы выиграем счета будут маленькие но победа будет за нами так что может еще наставка существует заработать но теперь непосредственно по поводу финансовой грамотности финансовая грамотность а в современном мире очень важно для любого человека то есть являетесь ли вы директором банка или являетесь водителем маршрутки не принципиально то есть финансовая грамотность позволяет человеку планировать планирует свое настоящее свое будущее то есть если вы соответственно финансово грамотный то вы сможете обеспечить себя не только на сегодня на завтра обеспечить на всю дальнейшую жизнь вот даже если честно для более грамоты к этому подойти наверное обеспечить можно даже на несколько поколений вперед казалось бы это наверно слишком звучит смело но на самом деле поэтому финансовая грамота заключается в том чтобы понимать основные законы жизни экономики рынка не тяжелые какие-то учебниковые варианты и основаться на этом и мочь пока вы физически способны работать умственно способна работать заработать на настоящее и на будущее для себя соответственно обеспечить себя и свою семью то есть достойны настоящей достойной будущей то есть финансовая грамотность нужна каждому да она знаете она не просто нужна ему то есть она должна быть по идее какая-то неотъемлемая часть то есть мы отдыхаем работаем финансовой грамотности такой же важный а вот такая тоже интересная очень тема как бы все о ней знают но скажем так мало кто ее применяют жизни это оптимизация расходов вот можешь тоже поподробнее рассказать про этот пункт то есть человек зарабатывает какую-то сумму возьмем это 100% доход то есть есть ли какая-то сумма или же процент который желательно или рекомендательно каждому человеку сохранять то есть откладывать я считаю что если человек зарабатывает достаточную сумму то его сбережения могут достигать и более половины заработанных то есть если взять некую среднюю величину заработка да то есть которая доступна для большей части экономической активного населения то я считаю что наверное процентов 20 человек действительно должен то есть не то что может именно должен сберегать сбережение 20 процентов средств по сути обеспечит его абсолютно безбедной старости и даже делаем это самой старости обеспечит в более зрелом возрасте достаточно хорошую и вообще сама практика умение сохранять сберегать и зарабатывать она делает человека финансово богаче в духовной свободе и уверенной в завтрашнем дне что помогает ему еще лучше работать это такая раскручивающая тема то есть процентов 20 я считаю заработка в месяц соответственно человек должен выписать если у него заработок действительно намного больше чем есть потребности в текущем моменте наверное можно сразу больше хотя бы 20 я понимаю что к сожалению экономический кризис и прочие ситуации влияет на людей и приходится ужиматься во многих моментах но хотя бы хотя бы научиться жить не в кредитах то есть если в этот момент справиться значит для начала вы уже не увезли ну а потом чтобы сберегать наверное нужно все таки научиться еще и зарабатывать то есть если вы не можете сберегать потому что нечего ну наверно надо постараться постараться найти возможность заработать больше просто я знаю что вот общаясь с некоторыми людьми а есть такое мнение чтобы когда я начну зарабатывать больше то тогда начну откладывать насколько это правильно скажем так ну это также сравнимо к поводу своего здоровья да то есть если вы скажете у меня когда будет время науку в жизни жизненную науку о сбережения накопления об грамотном инвестировании на потом надо вообще знать в любом деле всегда на сегодня последний день вот как бы то сделали если вы знали что сегодня последний день да ну и завтра то же самое последний и таким образом вы просто будете всегда максимально эффективно все делать то есть и не потом откладывать это а делать именно сегодня правильно же говоря да то есть то надо жить собственно сегодня сегодняшним днем думая о завтрашнем днем а не жить завтрашним днем и мечтать о сегодняшнем Да, абсолютно верно. И еще вопрос. Есть ли, скажем так, такой возраст, с которого, не то, чтобы ты рекомендовал, но с какого лучше возраста человеку начинается задаваться детьми вопросами? Ну, давайте, опять же, скажу, как бы идеальный вариант, наверное, где-то лет с 25. То есть, если до этого времени человек, скажем так, пробует, ощущает жизнь, на вкус, на цвет, как скажем, то, наверное, после 25 человек, кажется, он уже особо ко всему этому подходит. И, наверное, где-то с 25 лет уже, наверное, об этом нужно четко задуматься, быстро принять грамотное решение и действовать. Ну, не знаю, плюс-минус год на принятие решения и дальше действовать. Вот таким образом, к тем же ключевым датам 30 лет, 40 лет или 50 лет, в принципе, можно выйти уже с каким-то результатом. То есть, вначале посмотреть, что у вас получается, потом посмотреть, к чему вы достигли и к чему нужно стремиться. Ну, а я думаю, где-то годам 40, наверное, уже можно достигнуть всего, что вы хотели в этой жизни и дальше, чтобы наслаждаться жизнью и ее возможности никогда не существует. То есть, начиная с 40 лет, условно, года уже есть? Вы очень хорошо уже можете почувствовать результаты того, что вы делали. Если в 25, значит, если вы начнете это все в 40, то, соответственно, если вы почувствуете лет в 55. Ну, надо же понимать, что чем вы моложе, экономически активнее, тем все вам достается с таким большим как бы энтузиазмом. То есть, разочарованию людьми может вообще не быть в таком случае. То есть, если к этому подойти достаточно поздно, то может просто не хватить уже душевных сил все это делать. Вот, а это на самом деле очень важно. Любые вещи можно начинать с какого-то энтузиазма. Вот, в молодом возрасте это произойдет само собой. Ну да, это тоже высокое. Хорошо. Так, сейчас секундочку. Здесь у нас возникли небольшие технические моменты, да, что со звуком. Поставьте, пожалуйста, так, да, звук добавлен на максимум. Видите микрофон, так. Смотрите, да, у вас получается там, где вы видите нас, справа есть ползунок, и поставьте его на максимум, потому что камеру мы уже установили, и, соответственно, так, десятки, в принципе, да. Сделайте, да, микрофон немножечко у себя, на наушниках, точнее, погромче. А, все, отлично. Ага, тогда давайте, давайте будем продолжать дальше. Виктор, вот человек, то есть, осознанно принял решение, что он хочет и, соответственно, может какую-то сумму откладывать, соответственно, это делает. Возникает вопрос, не лежать же этой сумме где-то под подушкой. Да, потому что есть такая тема, как инфляция, и, пожалуйста, можешь ее поподробнее раскрыть. То есть, начинка инфляции, если кто-то. Да. Ну, в принципе, как известно, инфляция – это просто обесценение покупательной способности денежных средств. То есть, если у вас есть, допустим, 100 рублей сегодня, да, то есть, через год, соответственно, эти 100 рублей не будут представлять покупательную способность, которая есть сейчас. То есть, купить на 100 рублей то, что вы можете купить сегодня, через год, через два, скорее всего, вы уже не сможете. Даже если брать более благополучные страны, соответственно, Северной Америки и Европы, этот процесс тоже есть, он очень слабый, конечно, там, но он тоже есть. А в России и в других развивающихся странах, к сожалению, этот процесс имеет достаточно быстрый темп, да, то есть, инфляция в России зачастую может превышать 20%, а в среднем, за большой период времени, она составляет примерно 11%, да. Поэтому, если вы ничего делать не будете, да, то есть, просто будете складывать деньги под подушку, или, тем более, их не складывать, да, вы, к сожалению, каждый год будете виднеть. Виднеть порядка 7-11%, что совершенно, как бы, ну, недопустимо. Поэтому, если вы, соответственно, делаете сбережения, эти сбережения нужно грамотно использовать. Самым простым вариантом сбережения является, естественно, банковский депозит. То есть, есть же возможность также на бирже, вы можете покупать облигации, то есть, отдавать взаимы российским компаниям, да, то есть, отдавать взаимы российским муниципалитетам, то есть, нашему правительству, соответственно, да, то есть, министерству финансов и так далее. То есть, можете доверить ваши денежные средства в управлении, то есть, вашими деньгами могут управлять, да. Можете свои денежные средства, конечно, просто самостоятельно использовать в торговле. То есть, те люди, которые проходят, соответственно, обучение, они соответственно могут и самостоятельно управлять используем соответственно есть возможность и заканчивая более а грамотными понятными то есть в любом случае движение которого делать и со временем больше и больше сумма будет нарастать и вы уже сможете более грамотно и распределять о надежном имени начале когда вы молодые полные наверно лучше играть более рискованные проекты которые действительно могут изменить кардинально ваш естественно все должно быть на интуитивном уровне понятно то есть не надо покупать условно для какие-то лекарства которые даже понятия не имеете все должно быть понятно то есть вы хотели бы чтобы данное новшество было внедрено в вашу жизнь если даст если вы не хотели создать космическую галактику это одно если вам обещают что сделать улучшить качество жизни ускорить какие-то процессы чем вы моложе тем более в хорошем смысле слова рискованный проект можно выбирать ну во первых у вас есть как минимум право на ошибку как минимум право на ошибку во вторых молодой свежий взгляд часто помогает правильно чем вы будете старше становиться тем больше средств у вас уже будет собрано тем соответственно бережнее вы к этим средствам должны относиться опять же пропорцию риска каждый определяется на начальном этапе я считаю можно руководствоваться так называемыми числами фибоначчи в районе в жизни очень сильно пригождают на начальном этапе я считаю что можно размещать средства в пропорции 77 на 23 то есть 77 достаточно рискованных проектов и 23 такая подушка безопасности ликвидности если деньги вам понадобятся здесь и сейчас который вы сможете получить простимый момент по мере дальнейшего возраста это пропорционально слистится к уровню 62 на 38 я прям так детально по проценту говорю ну конечно все можно купить 62 на 38 можете сказать что я очень люблю числа фибоначчи и очень многие вещи делаем на сравнении это знаю что они не должны подводить жизни скажем в нем все больше по мере дальнейшего взросления то есть финансы и вы соответственно можете пропорцию рискованных проектов и без рисковых свистей уровня 50 на 50 ну золотая половина в принципе все людям понятно она наиболее проставка дальше соответственно по мере движения возраста вы можете уже брать пропорцию то есть если раньше рискованный был 62 а без рисковых 38 то теперь можно наоборот поменять то есть 38 соответственно уже будет в рискованных а 62 без рисковых казалось бы вроде бы пропорция меняется в сторону осторожно но денежные средства увеличивается и у вас физически денег в риске становится больше а долей как меньше очень здорово вы уже обеспечены себя на какой-то большой период возможно вам этих денег хватит и достали в итоге вы придете к обратной пропорции если вы начинали с уровня 77 23 осторожность то в итоге скажем так ближе к завершению 23 близки 77 осторожность в этот момент вы можете уже смело смотреть не только в вашем будущем но и будущее ваших детей ну если как бы потратить усилия на то чтобы они смотрели так же правильно как вы тогда можете еще через поколение может еще немножко рассказать такую тему раскрыть как валюта то есть с нами рукава в течение жизни многие товары которые покупают трудовые усилия и с валютой мы ежедневно связаны у большинства людей возникает задача что-ли то есть в чем привлекать свои денежные средства в рублях или в иностранном валюте но когда я иностранный оплату говорю естественно я поджигаю либо евро либо американский долг да вот понятно что большинство людей к сожалению да для них ошибается и как правило покупают валюту тогда когда не нужно покупать а продает тогда когда возникает необходимость а было бы хорошо наоборот когда бы они покупали валюту когда соответственно ее действительно нужно покупать а продавали когда им это выгодно а не придется возникает необходимости в чем принцип валютного ценообразования с моей точки зрения по простому нормально по-человечески у нас в россии инфляция в год то есть обесценение денег составляет порядка 11 процентов в те же штатах в европе эта цифра порядка рубля порядка двух процентов у нас 11 у них на два да что мы в итоге получаем мы в итоге получаем что за год соотношение валют изменяется на 9 процентов то есть наш рубль быстрее обесценивается чем даст очень иностранный валютный культур в США 9 процентов что-то похожее происходит в следующий год что-то происходит в следующий год Казалось бы рубль всегда должен доллару дешевле но такое плавное повышение доллара или обесценение рубля как хотите назвать невыгодно государству почему тогда государство увидит что люди просто начнут переградить денежные средства в иностранной валюте да а что такое сбережение средств иностранных людей это то же самое что мы начинаем кормить иностранных государств с точки зрения патриотизма это вообще как бы недопустимая тема но с точки зрения финансового смысла тоже ничего хорошего поэтому государство достаточно грамотно очень грамотно не дает возможность валюте плавно расти то есть происходит следующее пружина сжимается доллар к рублю как бы накапливает вот такую ежегодную условно говоря там 8-9 процентов энергию и через какое-то количество лет как правило 5-6 лет она разжимается разжимается она ровно по такому принципу когда большинство людей не готовы к этому что значит не готовы это значит что у них есть потребность именно в продаже валюты и нет потребности в покупке валюты то есть на тот момент когда происходит сильное обесценение рубля то есть девальвация а люди к этому не готовы я думаю на уровне любого соответственно правительство это очень хорошо известно да и соответственно процесс происходит достаточно быстро то есть девальвация не длится годами она длится ну четыре месяца четыре пять максимум шесть месяцев как правило к этому люди большинство не готовы для них это возникает шок конечно естественно люди думают что государство их подводит делать их более бедные но опять же опять возвращаемся к финансовой грамотности государство должно заботиться не о конкретном человеке в моменте а по самой сути государства а вот уже каждый сам человек должен в жизни понимать что он собственно делает то есть государство не обманывает люди что так можно вот оно живет по нормальному экономическому закону просто люди которые эти вещи не понимают думают что государство их обманывает никакого конечно конечно при том самое интересное государство не является целенаправленно то есть вот этот момент неправильно что они нам в правительстве условиях для чтобы мы жили плохо нет они живут по определенным правилам то есть а каждый человек уже должен из этого исходить то есть вот ничто же не мешает нам вовремя покупать валюту не находиться в валюте когда она не растет то есть я не говорю про ежедневные спекуляции про какие-то частые торговые операции то есть я говорю про нормальное распределение денежных средств на горизонте в несколько лет там в 3, в 5, в 7 лет то есть вот обычная ситуация доллар вырастает вот в прошлые годы с 6 рублей до 30 да получается когда доллар 6 рублей он грубо говоря никому не нужен доллар вырастает до 30 рублей то есть все начинают запасаться и начинают страховать себя от роста доллара ну знаете это напоминает страховка от того что уже произошло вероятно что то же самое случится второй раз ну это как бомба в одну воронку и скорее всего не упадет в итоге они сидят с долларом в то время когда доллар даже не собирается расти я спекуляции не беру которые нам ежедневно так сказать а в принципе он не растет но люди изо всех сил страхуются от роста доллара проходит несколько лет люди устали страховаться от того что не происходит начинают про этот момент забывать начинают делать самую большую глупость опять же вопросом финансовой грамотности брать валютный кредит брать валютную ипотеку ну соответственно через некоторое время происходит девальвация доллар риска дорожает и соответственно потом плакаты недовольных ипотек опять же как обладая хоть малейшей финансовой грамотностью можно взять валютную ипотеку ну вот такие моменты к сожалению губят не только жизнь тем кто соответственно это делает мы их семьи да они начинают это оправдывать тем что у них не было другого варианта но теперь у них совершенно никакого варианта не было то есть грубо говоря если у вас нет одного пальца это не значит что надо сломать оставшуюся руку то есть как бы из такой луки надо сходить ну и вот таких вот финансово грамотных моментов очень много то есть человек понимая банальные вещи банальные вещи можно достаточно хорошо а сберечь денежные средства б не залезть в какие-то глупости а валютная ипотека это именно финансовая валютная глупость ну и в конце концов даже уберечь своих родных близких от неблагоприятных последствий на дальнейшем то есть все что плохое происходит потом уже оно какое-то время на семье конечно же взаимодействие умение не жить в кредит умение не брать валютные долги умение грамотно понимать во что вы вкладываете денежные средства потом еще раз говорю вам не надо разбираться в каких-то биотехнологиях мы сейчас про этот момент не говорим про банальное понимание ситуации вы хотите ездить на велосипеде хочу почему потому что на велосипеде вы встречи пешком вы хотите ездить на машине хочу потому что на машине быстрее чем пешком вы хотите чтобы поезд из точки А в точку Б доезжал в десять раз быстрее ну значит это хорошая технология правильно? вот а если он начинает рассказывать что сейчас молекула изменится и она там перестроит организм ну в этот момент понимаете нет а зачем ты делать это лезть то есть нужно делать то что ты понимаешь что интуитивно на человеческом уровне понятно вот тогда соответственно финансовая грамота то есть будет знаете не тяжелый какой-то наук да то есть а приятным спутником в жизни то есть таким же хорошим как солнце не там нет я просто постоянно по телевизору вижу как показывают плакаты валютных ипотечников да то есть и мне это очень сильно конечно расстраивает эти даже не из за самих валютных ипотечников там за их семьи да то есть получается из за кого-то страдается семья все таки самое главное для семьи да это ответственность так вот маленький принцип выделяетtes мы вот ведь за тех кто спасает на крючей здесь хозяин себе не можете позволять себе такую роскошь то есть такую роскошь себе могут позволить и единицы то есть обычно нормальная человек не должен финанса грамотность это не чей-то козы это просто нормальная жизненная необходимость я тут еще параллельно смотрю на чат и вижу да что у кого-то со звуком проблемы точнее плохо слышны с улыбками дорогие друзья в любом случае должна быть запись то есть по крайней мере компьютер нам оказывает что она идет и сегодня у нас такой нестандартный формат обычно мы общаемся кажется своим компьютером и поэтому выглядит все конечно лучше и поэтому я думаю что в записи на обязательно все услышите посмотрите и скажем так те моменты которые мы пропустили будут возможности она верстать виктор еще сегодня общались на такую тему что в твоем авторском курсе есть такой раздел как участники рынка и у этих участников есть соответственно сознательные цели есть подсознательные цели я бы попросила чтобы ты немножко рассказал потому что именно подсознательная цель физических лиц она присутствует не только на рынке в жизни каждого человека да то есть не только на финансовых других любых рынках в принципе даже по сути вся жизнь определенный рынок всегда что-то покупаем что-то продаем все здоровье свои знания свое время покупаем сначала денежные средства покупаем товары для того чтобы чтобы восстановить здоровье, знания и прочего. То есть получается постоянно такой рынок. Ну, а на любом рынке, соответственно, есть участники. То есть у них есть, соответственно, сознательные и подсознательные цели. С сознательными целями все очень просто. То есть сознательная цель – это то, что именно человек хочет от того или иного рынка. Ну, давайте, при прочем, в планах идти о финансовых рынках. От финансовых рынков все мы хотим одного – стать богаче. То есть заработать денежные средства, капитал и стать богаче. Для чего стать богаче – это уже вторично. То есть стать богаче. Но, к сожалению, у каждого из нас есть и подсознательная цель. Подсознательная цель – это немножко специфический такой момент. Это каждый хочет одно, а наш мозг хочет немножко другого. То есть можно тут даже англот на эту тему привести. То есть трое поймали золотую, молодой человек, молодая девушка и пожилой человек. Молодой человек сказал, хочу денег и отдыхать на острова. То есть девушка с ним согласилась, хочу также денежный средств и отдыхать с этим молодым человеком на острова. А более пожилой человек сказал, нет, 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 работа в офисе еще не так делала. То есть после обеда, чтобы всех обратно. То есть в итоге смейте, что получилось. Все вроде бы использовали свои желания, а оказался в итоге прав третьим. То есть вот этим третьим как раз является подсознание и наш мозг. То есть как это, жалко не звучит, но подсознательная цель всех нас на любом рынке, но в данном случае про финансы говорю, это денежные средства проиграть. То есть понимаете, какое противоречие наступает? Сознательная цель мы всегда хотим заработать, денежные средства подсознательно проиграть. Вы прекрасно понимаете, что сознательная цель по сути связана с нашим возрастом. Ну или очень близко к этому возрасту. А подсознательная она генетически сформирована несколькими поколениями. Поэтому при прочих равных подсознательная цель свою задачу выполнить лучше. Что, соответственно, нужно сделать, чтобы избежать этой проблемы, что ли, краха? Нужно научиться, во-первых, понимать это, то есть знать, что такое проблема существует. И, соответственно, научиться управлять своим подсознанием. Единственный способ грамотно и просто управлять своим подсознанием и дать возможность сознанию выполнить свою функцию, то есть заработать капитал, это дисциплина. То есть самая большая проблема у большинства участников на рынке, это дисциплина. Опять же говорю, будь то финансовый рынок, или будь то рынок каких-то товаров, услуг, или даже рынок работы, то есть капиталов, трудовых ресурсов. Вот, то есть, наверное, вот так вот сказать можно. Ну а так физически, как и участники рынка, бывают физлицами, юридическими лицами. То есть юридические лиц, то есть предприятия предпочитают, помимо заработка, соответственно, в этом процессе постоянно участвуют. То есть это их подсознательная цель. Да, их подсознательная цель в этом процессе участвует. То есть они не извлекают прибыль, как сознательная цель, да, то есть пришли на рынок, чтобы заработать. То есть они постоянно хотят находиться в этом процессе. То есть они постоянно хотят что-то покупать, что-то продать, просто находиться в этом процессе. Идет рост, они покупают, продают. Идет падение, они покупают, продают. С точки зрения их поведения абсолютно непонятно, что идет рост или падение. То есть они постоянно совершают одни эти же действия на любом рынке. Даже когда рынок никуда не двигается, они все равно что-то покупают, что-то продают. Такой постоянный процесс участия. То есть жизненно необходимый процесс участия для них получается. А какова же тогда подсознательная цель физических лиц? Ну подсознательная цель физических лиц получается денежные средства проиграть и, к сожалению, она очень хорошо в большинстве случаев производится. Дисциплина обладает единиц, ну, проще скажем процентов 5-8, да, то есть, которые понимают эту ситуацию и справляются со ситуацией. Другие, к сожалению, оставляют это все на самотек, ну, соответственно, к сожалению, для них денежные средства проигрывают, да, то есть, ну, и часто даже об этом не знают. И вот еще на прошлом вебинаре мы рассматривали этот вопрос касательно венчурных проектов, вот, то есть, что такое венчурные проекты и как изменилась ситуация на рынке за последние вот годы, то есть, какие новые возможности на рынке появились? Ну, венчурные проекты – это те проекты, которые несут в себе повышенный риск, да, притом, как правило, риск сам связан не с тем, что вы больше рискуете, риск связан с пониманием самого процесса, который происходит, да. Вот знаете, вот, какова вероятность, допустим, что, не знаю, вы возьмете монету с рельса, да, где может ехать поезд, да, то есть, если вы знаете, что поезда нету, да, так хоть сколько можно собирать, а если вы знаете, что через минуту поезд подъедет, то, собственно, даже и подходите к этому, ну, к этим рельсам не нужен, да. Так же здесь получается. То есть, венчурные проекты, которые несут в себе якобы повышенный риск число на победе, да, это больше, наверное, в голове у людей заводится, то есть, на самом деле, это не риск, это понимание, что нужно в данной ситуации, что не нужно. Если венчурный проект действительно востребован обществом, да, то есть, если он действительно помогает обществу развиваться, то это никакой не венчурный проект – это проект, в который люди просто боятся вкладываться, потому что до этого никто до них не вкладывался. Потом этот проект станет сам собой популярным, известным, как акции «Газпрома», да, допустим, да. И вот никто же не выйдет покупать и продавать акции «Газпрома», да. Почему? Потому что другие так уже делали, делали давно и нормально. Но там уж как договор перспективы нет, там просто либо игра, либо дисперспективность, да. А многие вечерные проекты дают возможность заработать достаточно хорошие денежные средства. Но по причине того, что люди до них этот момент не делали или не говорили им, что делается «Газпрома», да, люди боятся в этом вкладываться. Заметьте, то есть проект от этого не стал хуже или лучше. То есть изменилось отношение человека к этому проекту. Так вот, может быть, сразу понять, где этот проект хороший и востребован обществом, и сразу в нем используется, да, а не дождаться, когда все в этом поучаствуют, все заработают, кто участвовал. По словам, все подождают те, кто будет участвовать в этом процессе, да. Опять же, в любой новый проект, даже когда он очень хороший, изначально заходит достаточно мало народа, да. А когда уже все хорошее произойдет, да, потом начинают жалеть о том, что почему я не дошел к причине. Вот. Поэтому венчурный проект надо вот с этой точки зрения еще относиться, да. То есть, ну а так, по сути, повышенный риск венчурных проектов, да, он обычно компенсировался крупными суммами, соответственно, да, то есть и управлением со стороны определенных фондов, которые занимались венчурными проектами, да. Вот венчурные фонды этим занимались, соответственно, брали за это придетную комиссию, вознаграждение, да, и управляет этими проектами. То есть выбирали, как правило, несколько достаточно понятных и качественных проектов, дополняли с точки зрения диверсификации их другими проектами, да, и, соответственно, проводили серию таких проектов. Какие-то проекты быстрее люди приносили хорошую доходность, какие-то, по каким-то причинам, скажем так, замыкались, да, то есть, но в итоге все равно результаты были достаточно хорошие. Но это было доступно явно незначительной части населения с достаточно большими денежными целями. То есть, грубо говоря, те, кто был богат и умел, то есть еще богаче и еще умнее, да. В последние годы идет изменение. То есть сейчас доступность этих проектов уже, ну, скажем так, возможно, здесь с небольшими суммами. Я, конечно, еще не сторонник того, чтобы в любой проект откладывать 100 рублей. Если вы 100 рублей и вложите, то, соответственно, и рассчитано, что вы еще у нас 100 рублей станете богаче, да, то есть как бы несерьезно. То есть, ну, какие-то сбережения процентов, вот даже в цифрах, например, 20-23, да, он нескольких проектах можно брать. Главное интуитивно понимать, в что вы вкладываетесь. То есть еще раз. Не надо покупать космос, не надо покупать микробов и прочие моменты, которые вы не понимаете и не можете увидеть, да. Берите то, что вы бы хотели, чтобы ваша жизнь улучшилась. Ну, только, знаете, не на таком уровне фантастики, каком-то нормальном, а на рождественном и того уровне. Вот тогда, кстати, все будет очень хорошо. То есть сейчас через идею краудинвестинга есть возможности у людей участвовать в этих проектах, да, участвовать напрямую, участвовать без совершенно ненужных дополнительных издержек и расходов, да, ну и адекватно получать вознаграждение за такие проекты. Опять же, не надо рассчитывать, что все подойдет завтра. То есть любой процесс, любые проекты развиваются в течение какого-то времени. Будет так называемый прорыв. У любого проекта всегда есть время прорыва, да. То есть это время, когда вы получите самую большую желанную часть дохода, да. Есть время ожидания, соответственно, и есть время так называемого запаздывания. Вот. Это тоже момент познобчика. Угу. Благодарю, Виктор, за, скажем так… Хочется сказать очень много, да, вы сами понимаете, то есть форматы ограничены… Да, во-первых, и время ограничены, и хочется дать действительно очень много, потому что на прошлом вебинаре мы более подробно рассказали другие вопросы, а сегодня, соответственно, они немножечко иные, да. И так как все-таки у нас в основном… не в основном, а слушатели являются партнерами Skyway, и можно буквально в двух словах осуществить такую тему, да, всем интересно вот касательно дивидендов, IPO и так далее. Буквально в двух словах вообще, что такое IPO, вот как этот процесс в целом выглядит, потому что не у всех есть понимание этого процесса. Ну, вот в классическом понимании IPO – это выход компании на биржу, да, то есть компания развивается, достигает определенных хороших результатов, да, соответственно, и в какой-то момент понимает, что ей можно и нужно выйти на биржу. С какой целью это делается? Ну, во-первых, компания хочет стать публичной, то есть чем более публичная компания становится, тем дешевле ей достаются ресурсы. То есть любые банки, любые фонды намного дешевле готовы инвестировать денежные средства в такие компании, да, это когда компания публичная, чем когда компания еще является закрытой. Вот это первое. Во-вторых, выход на IPO – это уже некая имиджная составляющая. То есть компания, которая смогла выполнить требования биржи по поводу выхода на IPO, соответственно… У биржи еще есть какие-то свои требования? То есть будь то биржевые торги, будь то небиржевые торги, либо какие-то еще новые системы по размещению, да, то есть если компания выполняет соответственно требования организатора этих торгов, да, то компания может смело заявить, что компания является публичной и успешной, открытой и интересной для инвесторов. Если компания по каким-то требованиям не достигла определенного уровня, соответственно у нее есть время, чтобы этих уровней достигнуть. То есть я знаю, что просто есть опыт многих компаний, когда это происходит на протяжении какого-то количества времени. Это абсолютно нормальный процесс. Разные истории? Нужно стремиться к этому, соответственно, идти, и, как говорится, дорогой сидит идущей, если, соответственно, компания идет в этом направлении. Чуть раньше, чуть позже к этому дойдет. То есть еще раз говорю, не надо рассчитывать на обогащение завтра. Ну, или тем более сегодня. Все хотят же завтра. Да, да, ну, представьте такую ситуацию. Нормальные люди, достаточно обеспеченные, вкладывают большинство своих активов в депозиты с доходностью порядка 10%. Вот представьте такую ситуацию. 10% в год. Представьте, сколько пройдет времени, чтобы ваш депозит удвоился и утроился. То есть достаточно большой период времени должен быть. Правильно? Вот представьте, то есть, если этот момент взять, пройдет, грубо говоря, 10-12 лет, чтобы стоимость вашего капитала утроилась. Так вот, венчурный проект это все сделает в 3-4 раза быстрее. То есть не за 10-12 лет, а сделать то же самое, ну, за 3 года. За 4, я вас уверяю. То есть доходность за 3-4 года, которую перекроют, а доходность за 10-15-20 лет, она однозначно того стоит. И эти же самые умные люди, также свою часть капитала, порядка 20-23%, в такие же проекты вкладывают. Просто это опять же возвращаемся к диверсификации портфеля. Диверсификации портфеля и, самое главное, нормальной жизненной обоснованности процесса. То есть если есть что-то новое, прорывное, интуитивное, понятное, в этом направлении однозначно нужно двигаться. Отлично. Итак, друзья, давайте, наверное, мы потихонечку начнем на сегодняшний день двигаться к финалу. Я сейчас открываю чат, и у кого есть какие-то вопросы, мы с удовольствием их ждем от вас. Ну, сейчас еще пару слов по дивидендам. То есть это компания, которая... Вообще, что такое дивиденды? Дивиденды – это очень просто. То есть это компания делится частью прибыли со своими акционерами. То есть с теми людьми, кто, соответственно, владеет долей этой компании. То есть акциями этой компании, либо какие-то другие еще формы владения. Что получается? То есть компания работает, получает определенный доход, и выплачивает его своим акционерам. То есть сразу хочу сказать, дивиденды – это не огромные доходы. То есть не надо рассчитывать, что дивиденды – это что-то очень крупное. Опыт любых мировых компаний показывает, что дивиденды – это всего лишь незначительная часть дохода компании, которая выплачивает среди акционеров. А остальное идет в процесс развития самой компании. То есть становится богаче сама компания. То есть если компания выплатила хорошие дивиденды, это не означает, что она хорошая. Компания, которая выплатила маленькие дивиденды, она плата. Главное – куда денежные средства пошли. То есть если эти денежные средства пошли немного на дивиденды и на развитие компании – это очень даже хорошо. Компания, которая полностью ей доход выплачивает дивидендами, это не совсем грамотно, не рационально. Потому что компания нужно развиваться. Конечно, любой компании нужно развиваться. И самыми дешевыми деньгами являются собственные деньги, само собой. То есть было бы странно выплатить акционерам все в форме дивидендов, а потом занимать на рынке под повышенный процент. Но если компания вкладывает саму себя, она, соответственно, что делает? Она на будущее увеличивает эти денежные дивидендные потоки и, соответственно, делает сама себя богаче. Если эта компания прорывная, этот процесс может длиться десяток лет. То есть, согласитесь, приятно обогатиться через 3-10 лет, и значит, что вы заработали, не знаю, в 3-5-10 лет больше, чем банковские депозиты. Но еще раз, только не завтра, что все завтра останется самым богатым. Те, кто хотят стать завтрими самыми богатыми, обычно, соответственно, эти цели не достигают. А кто полномерно планирует стать богатым, те, соответственно, богатыми не становятся. Так, вопрос, значит. Вопрос-вопрос. Когда следующая встреча? Следующий вебинар по... Вообще, скорее всего, наши вебинары по финансовой грамотности, да? Правда, в другом формате будут проходить по воскресеньям. Единственное, следующее воскресенье у нас будет командировка небольшая, поэтому не могу сказать, как будет с интернетом. Так, информация в любом случае будет в чатах предоставлена. И вот когда вы проходили по ссылке, по ссылке на этот вебинар, ниже, если вы пролистнете эту страницу, там будет дата следующей встречи. Единственное, учтите, что время там московское будет указано. Вот. И таким образом вы можете самостоятельно следить за этим. Либо же также смотрите информацию в чате. Так, следующее. Будут ли записи вебинарах? Записи обязательно будут. Единственное, что сегодня мы вещаем в комнате в первый раз. И, ну, скажем так, как показывает мне комната, что запись идет. Так, конечно, разумеется, записи будут. Какой будет доходность дивиденды Skyway через 2-3-5 лет? Вот здесь, чтобы было понимание, и, Виктор, если что-то на меня подправишь, да, здесь покажет, скажем так, время и наша работа. Потому что так же, как и на рынке сейчас, никто не знает, скажем так, куда пойдет рынок, да, в этом отношении. То есть покажет, наверное, вот это как правильно. То есть, если все будет сделано правильно и в этом направлении будут развиваться, да, то есть доходность вас устроит. Доходность котировок, доходность дивидендов. Вообще, радость самого проекта финансовая будет достаточно хорошая. Что-то, единственное, не надо воспринимать, что вот завтра я стану миллиардером. Вот это вот самое неправильное, да. То есть, эта доходность должна быть самая хорошая по сравнению с другими вариантами. То есть, понимаете, если все другие варианты дают возможность, скажем так, заработать 10, 20, 30 процентов, то заработать тысячу процентов нерационально, да. То есть, любой заработок выше этих норм, это уже хорошо. Сможет компания обеспечить это в 10 раз? Отлично. Сможет в 2 раза. То есть, все равно очень хорошо. Ну, я считаю так. Я считаю так, что если мои инвестиции принесут мне доходность порядка 20 процентов годов и выше, я буду рад. Все, любая цифра выше 20 я буду очень рад. Будет это 2000 годов, ну, буду с крейзера, будет 21 процент, просто буду доволен своими уложениями. Вопрос. Виктор, как вы сами бы поступили с деньгами, если бы ваш месячный бюджет составлял 30 тысяч рублей? Может быть, я сейчас, конечно, не очень хорошо отвечу, да. Вот. Ну, возможно, кому-то это не подать, но я бы искал возможность, чтобы мой месячный бюджет составил 2 раза больше. А потом, когда бы нашел эту возможность, еще бы постарался бы увеличить на 10 процентов, и так бы не остановился никогда. Ну, хороший ответ. Так, какие инструменты вы рекомендуете сейчас складывать деньги, и, соответственно, куда вы порекомендуете? Инструменты, я так понимаю, имеется в виду, наверное, финансовые. Если говорить про надежность, это однозначно, соответственно, облигации, да, нормальные рублевые облигации. Это, соответственно, депозиты, там, где, соответственно, есть троговка до миллиона четыреста, ну, это слишком просто, тут ничего особенного в этом плане нет. Если вы разбираетесь в рынке, да, то есть мы, соответственно, вот с людьми на авторском курсе занимаемся постоянно, да, то есть и даем эту возможность разбираться в рынке, да, вы, соответственно, можете размещать в той или иной степени в различные акции российских компаний, да, то есть то металлургия, соответственно, показывает хороший доход, то энергетика, да, то есть то вот акции Сбербанка становятся крайне-крайне выгодными для тех, кто уже может их продать. То есть люди, которые в свое время правильно понимали, что делают, сейчас пожинают отличные плоды, да, то есть опять та же самая система жирафа будет, да, то есть те, кто все это в момент пропускают, заходят последними, являются они из-за того, что это хорошее получили. Те, кто своевременно, финансово-грамотно к этому подошли и тем более научились торговать, да, соответственно, осмолили на этом заработать. Опять же, я не вижу, что заработок каких-то сотни процентов, это заработки, которые значительно больше банков стоит депозитов, в два-три раза, это очень даже хорошо. Ну и, соответственно, различные проекты, которые, соответственно, у нас присутствуют, разбирая которые, можно и можно размещаться и зарабатывать. Ну, про один из этих проектов я не буду говорить, для самих рекомендаций-принимателей. Так, вы говорите, сейчас, секундочку. Как попасть на ваш авторский курс? По поводу авторского курса давайте мы в следующем вебинаре, да, этот вопрос, ну, то есть позже затронем этот вопрос. Следующее. Вы говорите о 20-ти процентной доходности. Это за год? Да, естественно, это годовая доходность, то есть любая цифра, любая цифра выше 20-ти процентов дохода в год будет считаться успехом. Я еще к примеру приду, да, я вам на днях просматривал супер свежие данные по международным рынкам, да, они мучаются тем, что у них доходность по многим инструментам стала отрицательной. Это новое событие для мира, да, это новое явление, то есть не совсем понятно, понимаете, то есть многие фонды заграничные вкладывают деньги под доходность менее одного процента, а в некоторых случаях она составляет минус. Это вот в нормальном понимании очень трудно, но понимаете, о каких цифрах тут речь. То есть фонды вынуждены складывать в проекты, потому что размещаться без рисков, они могут только под ставку менее одного процента. И, как вы понимаете, что будет происходить, согласно этому рынку, да, то есть или мы попадем в зазеркалье, да, то есть и тогда нету пути решения, да, либо они начнут выбирать нормальные проекты и потихоньку вкладывать в них свою часть денежных средств. Знаете, вот вкладывают они, допустим, в проект, который приносит им двадцать пять процентов годов, да, вот, а остальные денежные средства у них, которые лежат в проекте, обладают один процент. Десять процентов вложения в проект двадцать пять процентов, они получают два с половиной процента доходности. Плюс один процент там. То есть их доходность увеличится в три с половиной раза. Знаете, что произойдет с менеджером таких фондов? Они обогатятся. Они будут признаны верхушкой финансового айсберга, то есть самым успешным в мире. Их назовут новыми баффетами, их назовут там, не знаю, новыми соросами. А все, что они сделают обычно банальные вещи. Но они не сходят с ума по поводу тысяч процентов в месяц, да, поэтому они, соответственно, становятся богатыми. То есть те, кто хотели тысяч процентов в месяц, их давно уже на рынке нет, не знаю, финансовые трубы так и ползают. А все, кто хотели 20 процентов, они достигли куда более солидных результатов. То есть хотел 20 – получил тысячу, хотел тысячу – получил до свидания. Кстати, могу сказать, что вот на конкурсе у нас постоянно присутствуют победители, да, вот ЭЛЧИ, то есть по тренингу, да, то есть которые говорят эту вещь постоянно. Чем меньше хочешь, тем больше. Чем меньше хочешь, но идешь направленно, целенаправленно, да, тем большего достигаешь. Чем большего хочешь, тем как ты и не целенаправленно идешь, и не достигаешь ничего. А почему, опять же, Виктор, вопрос, вот эти фонды вот таким образом распоряжаются своими средствами? Они ограничены как-то законодательством, может быть, или… Ну, естественно, здесь и законодательные ограничения есть, да, но самое главное, а в мире большая проблема о ликвидности. Денег, на самом деле, у всех очень много. Все почему-то думают, что вот его денежные средства нужны всем, и эти денежные средства размещаются. Большинство крупных фондов вообще не знают, куда денежные средства надежных платоков. Доходности надежных инструментов менее одного процента. Понимаете? То есть у людей есть такое ощущение, что его денежные средства всем нужны под любой процент. Я вас уверяю, в мире огромное количество фондов, которые в хороший проект с удовольствием вложились под 2-3 процента. И как только они поймут, что это хороший проект, они просто своими деньгами заполняют этот проект. И тогда доходность 20-30-40 процентов будет просто нереальной. А те, кто вовремя поучаствовал, действительно, могут получить и под соль. А новые участники будут получать 2 процента в год. И будут довольны, что это 2, а не 1 процента. Просто есть, к сожалению, у наших людей такая убежденность, что их денежные средства стоят космические деньги. Это далеко не так. Так. Вроде так еще дохладно скажу. Если бы, допустим, трейлерам предложили денежные средства под ставку 12 процентов, большинство этой трендеров бы отказалось. Почему? Биржа дает возможность торговать различными финансовыми активами под ставку, вы только подумайте, эффективную ставку. То есть, не которая озвучивается, а эффективная, а 5 процентов для денег. То есть, работая на финансовых рынках, вы реально платите за используемый дебютал 5 процентов в год. 5 процентов в год. То есть, банковский депозит больше, чем в 2 раза выгоднее, чем денежные средства, которые предоставляют биржу. Опять же, это уже может быть более высокий уровень, да, финансовый грамот. Поэтому доходность 20 процентов будет и выше. Еще я говорю, я верхний предел не ограничен. То есть, я просто называю нижний предел. А считается уже пиком финансовой мысли. То есть, финансовые гуры, это не те, которые 500 тысяч процентов в месяц за 20, это те, которые понимают, что 20 процентов на большом периоде времени это очень много. И они действительно становятся сферой богатыми. Так, вот у нас вопрос, да. Что вы скажете про покупку акций Skyway, ваше мнение? Это венчурный проект, это интуитивно понятный венчурный проект, и, соответственно, его правильная реализация, да, соответственно, обеспечит, скажем так, компанию хорошим доходом, да. То есть, как вы отнесетесь к своим капиталам, которые вкладываете в Skyway, или, соответственно, планируете в Skyway, это уже ваше право. Ну, я так думаю, можно ответить, да, что если бы он относился как-то негативно, он бы с нами, ну… Да, я вообще больше с ним не был, да. То есть, у меня есть четкое понимание, что этот проект интуитивно правильный, да, интуитивно нужный и, соответственно, от своего времени, да. У меня нет ощущения, что этот проект должен принести тысячи процентов в годы. Я понимаю, что этот проект, скорее всего, принесет намного больше, чем любой другой проект. А еще, мне не нужны проекты, которые приносят тысячу годов. Мне нужны проекты, которые выгоднее, чем 20 процентов. Любая цифра выше с 20 процентов, я считаю, успехом. Так, и еще один вопрос я вот прочитаю, да, касательно… Наверное, человек немножко запоздал, что… Виктор, я прошу прощения, но кто вы в этом вебинаре? Вы представляете на сайте Skyway или ведете свой «Я новичок» и так далее? То есть, про общие линии инвестиции в вебинары или же непосредственно про Skyway, да? Смотрите, то есть, первый… Сегодня у нас второй вебинар. То есть, был первый вводный на прошлой неделе, где мы с Виктором познакомились. И есть записи, вы можете посмотреть подробнее. Сегодня второй. И эти два вебинара в первую очередь сделаны для того, чтобы, во-первых, вы познакомились с Виктором, во-вторых, для того, чтобы мы понимали ожидания и вопросы ваши. Потому что, как я сказала уже, со следующего вебинара мы немножко изменим формат. То есть, во-первых, это будет непосредственно про финансовую грамотность. Потому что, читая чаты, общаясь, опять же, с людьми в офисе, да, есть некое понимание, что очень многие, разумеется, не все, не владеют таким искусством, как финансовая грамота. То есть, для людей это что-то непонятное. И поэтому, начиная с АЗОВ, мы с вами потихонечку начнем в этом разбираться. Какие-то вещи, возможно, для вас уже знакомы. Какие-то будут более новыми. Но, в целом, скажем, свою финансовую именно грамотность, да, и сознание мы будем расширять. И, разумеется, какую-то часть времени мы будем разбирать вопросы касательно Skyway, которые вам интересны. Но для этого нужно понимать, что вам интересно, соответственно, скажем так, в этом русле, чтобы мы шли. Ну, и непосредственно, думаю, эти вебинары будут очень интересны многим людям. На сегодня, я думаю, мы будем заканчивать, потому что время у нас ограничено. Виктор, я благодарю тебя за то, что ты нам рассказала много полезной информации. Я для себя очень много почерпнула. Я благодарю наших слушателей. Запись я обязательно выложу в чате. И я думаю, у всех, у кого были проблемы со звуком, смогут поподробнее посмотреть наш сегодняшний вебинар. Так. Дело не... Вот написали, да, что грустно стало. Дело тут не в грустности. Так, Виктор опустил доход из наших будущих акций, что грустно стало. Здесь нужно понимать, что... Я не опустил доходность никаких акций. Понимаете, то есть, любой проект нельзя изменить. Я пытаюсь изменить отношение человека к финансовой грамотности, то есть, к процессам происходящим. То есть, смотрите, давайте так, если я что-то делаю сам для себя, я, соответственно, говорю свои ожидания. Правильно? Это будет намного и намного больше. Не забывайте, деньги имеют такое свойство, как сложный процент. То есть, то, что сегодня вам приносит один доход, через какое-то время, будет вам приносит больше того, чем. Потому что заработанные деньги начнут работать сами на себя. Ну, или на нас, при точке сказать. То есть, вы, допустим, к примеру, да, то есть, вы вложили в банк 100 рублей, через год у вас стало 110 рублей. И еще через год 100 рублей вам принесут, 10 рублей, а 10 рублей принесут рубль. Это я привел примерно на 10 процентов. Если взять эту цифру в 20 процентов, то все будет намного быстрее. Не в два раза быстрее, а намного быстрее. Понимаете? А если взять не 20, а 25? Просто поймите, правильно? Если вам инвестиции будут приносить тысячу годовых или выше, да, то это или просто феноменальная финансовая бомба, что супер, секретару. Я с удовольствием хотел бы, чтобы было, но просто брать и ставить на это я не могу. То есть, еще, проект отдается не по желанию стать из бедного богатым, да, а по тому, как двигаться в правильное направление, чтобы стать богаче. И так каждый раз. То есть, будь то SkyWay, будь то какой-то другой проект, нужно планомерно от одного проекта к другому идти, идти и зарабатывать. Вот сразу я ничего не делал, я вложился и завтра я сам им дал в этой жизни, но это неправильно так. Так не должно быть. Вот. А по поводу грустности нет. Я, наоборот, на самом деле, очень оптимистично на все это смотрю, да, то есть, если бы я так же оптимистично смотрел даже на акции наших российских компаний, было бы. То есть, я, наверное, здесь даже являюсь самым таким оптимистом, что ли, в этом, да. Письменно здесь даже не пахнет. Ну, естественно, оптимист должен быть, скажем так, трезвым, что ли. Хорошо, Виктор. Хорошо, Виктор. Я благодарю всех за ваше время, благодарю, Виктор, тебя за полезные знания, которые ты предоставляешь. А по поводу... Да, Григорий Михайлович подключается. Да, Григорий Михайлович, мы передаем вам слово, чтобы вы завершили нашу встречу. Всех благодарим и до следующего вебинара. До новых встреч. Огромная благодарность Виктору Тарасову, Максиму Гузель, за вот тот диалог, который мы с вами услышали. И, дорогие друзья, вот сейчас мы с вами остались, как говорится, один на один, да. И то, что я читал в чатах, вот то, что... Да, нам хочется потешить свое самолюбие. Да, нам хочется стать что-то такое умное для того, чтобы на вас обратили внимание. Да, что-то еще. Стоит ли слушать человека, который... Я напомню, может, вы запоздали. Человек, который является финансовым экспертом. Для банка открытия, Сбербанка Российской Федерации. Финансовым консультантом, ВИП-клиентов, Премьер-1, Сбербанком, ВИП-клиентов и так далее. Человек, который 18 лет торгует на бирже и торгует только в плюс. Человек, к словам которого прислушивается, за каждым словом следят. И это нормально. Это не осуждение, что где-то что-то Виктор говорит очень быстро и вам плохо слышно. Что-то непонятно. Ребята, для того, чтобы он тут же перестал говорить так, как он может говорить, это невозможно сделать. Просто поймите, невозможно. Конечно, почему? Потому что к его словам прислушиваются, буквально ловят каждый, каждый его звук. И это не значит, что он такой гуру, что все надо бросить, только его слушать. Но! Но! Шанс такой есть. И поэтому, вот все те, скажем так, комментарии, которые я вижу, ребята, это ваши комментарии. Если вам что-то непонятно, если что-то вам не нравится, вы сюда просто не приходите. Или вы просто молча нажали на кнопочку справа крестик и вышли. Все. На этом, для многих людей, кто сегодня увидел, банк будет постоянный. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы вы отвлекали нас от серьезной работы. Я всех благодарю за внимание, мы всех благодарим за внимание. И до встречи на следующих вебинарах. Запись будет. Но мы ее проверим сначала и потом выставим. Итак, до встречи, скорее всего, во вторник у нас будет такой вебинар, очень невероятно интересный вебинар по той системе, которую мы сейчас разработали и запускаем ее во вторник. Это уже для всей группы компании Skyway. С вами, еще раз повторяю, были Григорий Мирошниченко. С вами была Магасимова Лазель, Миктор Тарасов и незримый у нас еще Виталий Серов, который в дальнейшем будет очень большим помощником для многих людей. До встречи на следующем вебинаре. Субтитры сделал DimaTorzok